Америка Америка – это страна, которая любит нашу страну. Америка 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 В том числе и во Флориде. И даже поздравили его с победой. Но вот флоридская телекомпания «Фокс» вдруг заявляет обратное. Победил не Гор, а Буш. И все остальные телекомпании штата как по команде вдруг стали извиняться, мол, черт нас попутал с этим Гором, ошибочка вышла, мол. Одним словом, телекомпания «Фокс», которой очень кстати руководил, оказывается, двоюродный брат Буша, первая официально объявила, что именно Джордж Буш-младший опередил демократа Альберта Гора на целых 537 голосов. Представляете, какая точность? Ну, прямо как в аптеке. 537 голосов на фоне 110 миллионов общего количества избирателей. Да только вот нашлись в партии осла такие упертые демократы, что вдруг засомневались, как это, как это, как это, мол, 537 голосов, решают судьбу президентских выборов, когда десятки тысяч наших сторонников из числа несчастных цветных избирателей оказываются кем-то вычеркнуты из избирательных списков. Как это, мол, понимать, в свете нашей славной американской демократии они несли свои голоса нашему Альберту Гору, а вы им от ворот поворот и заставили их молчать? Многие испугались преследований. Не будем забывать, что до 1965 года негры в США вообще не имели права голоса. Демократия только тогда демократия, когда она работает на благо всего населения. Но если человека дискриминируют из-за цвета его кожи, как это происходило в США, например, на выборах 2000 года и на следующих, то о какой демократии там можно говорить? Это обман. Дальше больше. Выяснилось, что избирательные бюллетени были так по текстам скомпонованы, что машины для голосования пробивали дырочки перфорации подсчета явно не в пользу Альберта Гора. Так голоса нескольких тысяч его сторонников из числа избирателей евреев оказались приписанными вот этому якобы независимому кандидату, а на самом деле ярому не нацисту Букану. Представляете, какой ужас, чтобы американский еврей да проголосовал за американского фашиста? Нет уж, сказали члены партии демократического осла, членам партии республиканского ослана, давайте-ка все пересчитаем и проверим заново. А то за кого вы нас держите, чтобы так нас надувать в нашей самой демократической стране? Вот тогда-то Альберт Гор, политик нелыком шитый, решил позвонить Бушу и то ли приследить соперника, то ли припугнуть его махинаторов. Взял да и позвонил, мол, так-то и так. Я сильно, мол, сомневаюсь, господин Буш, что выборы выиграли вы. Но мой брат уверил меня, что во Флориде победил именно я. Не думаю, что в этом вопросе ваш братишка является главным авторитетом. Ах, как ошибался незадачливый город. Ведь братишка Джорджа Буша-младшего, Джефф, был не просто родственником Буша, но еще и губернатором того самого штата Флорида, где все это происходило. И тот самый губернатор Буш, то есть который Джефф, а не Джордж, на попытке пересчета голосов ответил коротко и ясно. Какие там пересчеты, господа хорошие? Америка это вам не Сербия, или Грузия, или там Украина. А Билл Клинтон, только что едва избежавший импичмента за своих болтливых стажерок, предпочел не вмешиваться в драчку. Америка, сказал он, проголосовала. И теперь наша система пытается понять, а за кого же мы проголосовали? Система дает сбой в том плане, что президент, который набирает по стране меньше голосов, претендент, он становится президентом. В этом смысле они деформированные люди. Какая у них демократия, какая мораль. Ошибочно судить о них с точки зрения моральных принципов. Ими управляет одно – выгода. Капитализм делает из людей дегенератов. Это кризис. В чем смысл демократии? Это когда чистая политика вжимается в риторику. Вот почему Джордж Буш-младший, вжимая свою чистую политику в свою риторику, спешит объявить нации, что победил именно он, а не кто иной. Мы с гордостью сообщаем, что выиграли в штате Флорида. Спасибо избирательным округам, которые помогли нам победить на выборах. На самом же деле никаких пересчетов не было. Госсекретарь штата Флорида, кстати, давняя приятельница Буша Кэтрин Харрис, которая по должности была обязана блюсти конституционные нормы выборов, никого не подпускала даже к хранилищу бюллетеней. В результате, как заявил впоследствии инспектор по выборам Айон Санчо, «По моему мнению, место Кэтрин Харрис в тюрьме, а ее продвинули в Конгресс США». Более того, пока спорящие стороны судили, доведили о возможности пересчета голосов и наказания виновных в нарушении конституционных прав афроамериканцев на выборах, как гром среди ясного неба прозвучало решение Верховного Суда прекратить препирательство и назначить Джорджа Пуша-младшего президентом США. Назначить такого в истории США еще не было. «Такое решение незаконно», заявил тогдашний губернатор штата Нью-Йорк Куома. «Незаконно по своей суде, так как Верховный суд конституционно неуполномочен принимать такие решения». А что же интересно Альберт Гор предпринимает в такой удивительной ситуации? «Он думает четыре дня и отказывается от борьбы». Борьбы уже наверняка не с Бушем, а явно с той силой, с той системой, которая в Америке выше и его, и того Буша, с той тайной силой, с которой и Альберт Гор знал это, спорить нельзя. Возможный пример Роберта Кеннеди всплыл в памяти Гора. Того Роберта сначала просто уговаривали и не лезь в президенты, мол, оставайся министром юстиции, живи спокойно, а то кончишь, как твой несговорчивый братец. Потом Роберту стали угрожать уже через ФБР разоблачением тайного сожительства с Мэрилин Монро, которая была к тому же любовницей и его брата Джона Кеннеди, переболевшего многими венерическими прелестями. Скандал да и только. Желтая пресса поспешила окрестить Мэрилин Монро как любовницу высокопоставленных братьев братской могилой. Создаются мифы, и, наверное, ни одна страна так не преуспела в мифотворчестве, как в Соединенные Штаты. Роберт не сдавался и упрямо шел к президентскому креслу США. И тогда неожиданная и таинственная смерть Мэрилин Монро. Ее обнаружили в спальне собственного дома, отрабленную большой дозой снотворного. Последний, кто был у нее незадолго до несчастья, Роберт Кеннеди. По крайней мере, так стали кричать газеты. Но Роберт упрямо гнул свое и не сдавался. И по-прежнему успешно шел к президентскому креслу США. Пока его не остановили пулей. Как до этого Джона Кеннеди. Так что недаром, говорится в Америке, демократия требует жертв. При этом первой жертвой становится здесь сама демократия. Гор сдался. Сдался. Несмотря на то, что я категорически не согласен с решением суда, я принимаю его. Для меня настал момент уйти. Да хранит Господь Америку. Через несколько дней новоиспеченный отец нации был тепло встречен с собственным народом, когда, по традиции американской демократии, должен был пройти несколько сотен метров пешком по центральной улице Вашингтона, к Белому дому. Видимо, постеснялся Буш показать народу, а счастливленное свое таким приемом – личико, по которому некоторые, не особенно культурные избиратели, хотели попасть тухлыми, извините, яйцами. Спас бронированный лимузин, из которого Буш так и не вылез для традиционной пешей стометровки к Белому дому. Господин Буш украл выборы 2000 года, и многие говорят, что он украл также и выборы 2004 года. Тысячам людей помешали голосовать, а миллионы людей просто не могли голосовать, потому что они не были зарегистрированы в качестве избирателя. Я не часть проблемы. Я республиканец. Крупнейшие газеты и телекомпании США таки докопались до истины. Сколько тысяч голосов было украдено у Альберта Гора? Год работы, 1 миллион долларов расходы, проверено, пересчитано более 170 тысяч бюллетеней. Сенсационная неприятность для Буша планировалась опубликовать 11 сентября 2001 года. И вот этот день настал. Трагедия словно по дьявольскому заказу. Еще одна из загадок Америки. Если до вчерашнего дня писала Нью-Йорк Таймс 12 сентября стоял вопрос, кто победил Гор или Буш, то сегодня стоит вопрос, а кого это интересует? Конец цитаты. Больвар двоих не вынесет. Конкурента убери. Потому что один конь двоих не вынесет в погоне. Так вот эта вот американская мечта превращается в всемирную мечту для американцев, а не для всех. 6 миллиардов людей и 200, если большие миллионы американцев. Но не могут они господствовать над миром. Так Ричард Никсон, став хозяином овального кабинета, получил в наследство от Линдона Джонсона, кроме мессианства, еще и кошмар войны по Вьетнаме. Америку ежедневно сотрясали антивоенные выступления. Вокруг Белого дома солдаты, готовые в случае чего обработать своих недовольных сограждан слезоточивым газом. И не только. Все в Белом доме чувствовали себя находящимися в осаде. Война, начатая еще при Кеннеди и продолженная Джонсоном, приносит из Вьетнама по 200 гробов в неделю. Никсону это явно не по душе. Но вместо того, чтобы прекратить бессмысленную бойну, как того и требуют от него миллионы американцев, Никсон отдает секретный приказ бомбардировать еще и Камбоджу. Маленькая ложь, как говорится, рождает большую. И когда газета Нью-Йорк Таймс вдруг сообщила нации, что ее президент обманывает Конгресс, а значит, самолично нарушает американскую конституцию, Никсон вызывает главу своей администрации Голдмана. «Холд, ты помнишь план Тома Ньюстона? Дадим ему ход, а иначе нам...» Речь шла о массовом прослушивании телефонных разговоров, о скрытом фотографировании и даже краже агентами ЦРУ документов частных лиц и некоторых организаций с целью получения полезной для спецслужб и для Никсона информации. Запустив в действие план Ньюстона, Никсон собирает из ЦРУшников особую оперативную команду, дав ей закодированное название «сантехники». Работой этих самых сантехников руководил представитель самого Генри Киссингера, тогдашнего всесильного госсекретаря Соединенных Штатов. Киссингер и Никсон допустили серьезный просчет, так сказать, подрядив секретную бригаду, выкрасть документы в штаб-квартире Демократической партии и установить нам прослушивающие устройства. Для выполнения особо ответственных преступлений, в том числе поджогов и краж со взломом, во имя естественного спасения американской демократии, сантехники привлекали и уголовников, например, кубинских контраст, совершивших убийство во время антикастовской интервенции в заливе свиней. Более того, когда вашингтонская полиция арестовала группу сантехников, которым было поручено выкрасть секретные документы из штаб-квартиры Демократической партии, это было бы здесь, в комплексе издания Уотергейта, так президент США Никсон лично дает деньги для подкупа должностных лиц своего же государства, чтобы замять скандал и освободить преступников, то бишь своих так называемых сантехников. Президент сказал мне, Джон, сколько нам это будет стоить? Цифра, которая у меня была в голове, была огромная. Я сказал, господин президент, по крайней мере миллион долларов, не меньше. Окей, Джон, у тебя будет сколько нужно. В общем, у тебя будет твой миллион наличными. Одновременно ЦРУ нажимает на ФБР, чтобы замять дело провалившихся сантехник. Мол, действовали они в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. То есть подкуп, ложь и шантаж шли рука об руку. И Никсон побеждает. В ноябре 1972 года он убедительно выигрывает выборы, что позволяло ему остаться в Белом доме на второй срок. Как непогрешимому каранту американская демократия, которой всегда был не прочь красиво поговорить о свободе и о правах человека. И все-таки... И все-таки Никсон загремел под фанфары. Как говорится, недолго музыка играла. Всего через полгода партия осла, эти ненавистные Никсону его враги-демократы, добились такие расследования дела в Уотергейт. Комиссии, созданные по решению Конгресса. Это было незадолго до очередных президентских выборов, и демократы от души танцевали на костях подследственных республиканцев, открыто называя их бандой преступников. При этом такое выяснилось в работе схваченных сантехников, что призрак импичмента Никсону стал приобретать реальное очертание. Было доказано, в частности, что вот этот сантехник, Годдон Лидди, предлагал даже похищать руководителей движения против войны во Вьетнаме. Лидди предлагал привезти их на границу с Мексикой, накачать наркотиками и тем самым нейтрализовать их на весь период работы съезда республиканской партии. А вот съезд демократов предлагалось сорвать, причем самым проверенным на демократах способом, используя агентов-проституток. Я спросил, Гордон, ты шутишь или говоришь серьезно? Лидди, не смущаясь, ответил, что в состоянии получить для той цели лучших проституток Балтимора. Любопытная реакция самого Никсона на работу комиссии. Я уничтожу их одного за другим. Сказал Никсон Александру Хейгу, главе своей администрации. На 8 августа 1974 года, под угрозой неминуемого импичмента, Никсон вынужден был объявить стране. Моя отставка состоится завтра в полдень. В то же самое время в этом же кабинете вице-президент Форд принесет присягу в качестве нового президента Соединенных Штатов. Форд практически первым делом, придя к власти в 1974 году, после добровольной отставки Никсона под угрозой импичмента, постановил, значит, издал постановление о прощении всяческой вины президенту Никсону. С него были сняты все обвинения. Все обвинения Никсона в уголовщине по Уоттергейту были закрыты именем американской демократии, ибо рука руку моет. В истории США все-таки не было ни одного реального случая импичмента. Там запутанная и сложная процедура. То есть сама процедура запускалась несколько раз, но она никогда не приводила... Кроме Никсона. Взять к примеру того же Рональда Рейгана. Но до того был президентом порядочным, что как только в Иране народ сверг с престола проамериканского шаха, Рейган тут же назвал тамошних революционеров пособниками терроризма. А Конгресс США к тому же наложил эмбарго на поставку этому Ирану какого-либо оружия. Еще бы, разве, мол, можно давать оружие террористам. Это была середина 80-х годов, и Соединенные Штаты ходили, напомним тогда, в закадычных друзьях у Саддама Хусейна, и даже были союзником Саддама Хусейна в тогдашней войне Ирака с Ираном. Но вот хитроумные исламские революционеры в 1984 году, напомним, захватывают в Тегеране американское посольство, а его дипломатов объявляют заложниками. Добропорядочный Рональд Рейган тут же идет на тайную сделку с этим якобы пособником терроризма Ираном, снабжает его в обход эмбарго оружием против своего тогдашнего союзника и друга иракского Саддама Хусейна. Выпуск заложников ценой чужой крови. Ложь – это одно из проявлений морали американского империализма. То есть надо использовать любые средства, чтобы добиться диктата на пользу увеличения прибыли американских монополий любыми средствами. Ложью, убийствами, преступлениями, агрессией. Это и есть американская демократия. Мол, деньги не пахнут. Это единственный принцип, который властвует в американской демократии. Человек – ничто. Деньги – власть. Вырученные на тайной сделке миллионы долларов Рейган опять-таки тайком от Конгресса США и своего народа переводит в Никарагуа сторонникам свергнутого там диктатора Самосы. Их называли Контрас, которые вели партизанскую войну с неугодным США просоветским правительством. Многоходовка Рейгана была аморальной и явно шла в разрез с законодательством Соединенных Штатов. Аферу назвали Иран Контрас и прикрыли. До импичмента не дошло, так как преступление президента Рейгана, мол, было в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Избежал импичмента за ложь президента под присягой и душечка Клинтон, прижатый к законодательной стенке по иску паршивки Моники. Пришлось Блинт покаяться и его простили, ибо врал президент США опять-таки из благих намерений, чтобы не замарать девственную чистоту Белого дома. Весь мир над этим славно потешался. Для мирового общественного мнения был достаточно анекдотичным сам повод, по которому дело было возбуждено. Подлинные юридические основания для возбуждения импичмента, именно лжесвидетельства, ушло на задний план. Все свелось к тому для людей, что якобы Клинтона чуть не отстранили от должности лишь за его любовные похождения с Моникой Левинской, что вызывало, конечно, гомерический хохот во всем мире, и многие американцы, честно говоря, испытали не очень приятные минуты, будучи за рубежом. А незадолго до своего ухода из Белого дома, восстановившись свою добропорядочность и мораль, Билл вдруг решил на посошок, видимо, заработать. Взял, да и за определенную мзду помиловал целую группу осужденных, наркодельцов, вымогателей и финансовых махинаторов. Бзда пошла на избирательную кампанию благоверной супруги Билла Хиллари Клинтон, которая стала в результате сенатором. То есть поступил Билл, исходя из верности известной заповеди возлюби ближнего своего, в данном случае Хиллари Клинтон, как самого себя. Во имя будущего. Будущее будет лучше завтра. Вашингтон зимой, особенно в снегопады, представляет собой довольно жалкое зрелище запустения. В регламентированной жизни Америки любой сбой десятилетиями заведенных привычек. Снегопад не свалился на голову, наводнение, авария, быть может, такая в энергоснабжении. Все это вызывает массовую панику, близкую к помешательству. И тогда все, что есть черного на душе у американского обывателя, вдруг выплескивает наружу. И тогда это зрелище не для слабонервных. И тогда на сцену выходят буквально пещерные инстинкты хваленой Америки. Такое впечатление, что этой публике всегда чего-то не хватает. Особенно чего чужого. Так традиционные карнавалы Марди Грасс, в переводе «жирный вторник», превращаются в повальный грабеж всего, что подругу подвернется. Филадельфия, Сиэтл, Остин, нуждающиеся в чужом янки, громят магазины, кафе, жгут автомобили. Унесенное ветром, так можно назвать этот душесчепательный боевик на темы американской морали. Применение огнестрельного оружия против своих же сограждан в Америке совсем даже не редкость. Посмотрите, как ловко орудует американская демократия, например, в городе Цинчинати. А это Лос-Анджелес, очередные негритянские волнения. Вот в такие дни, как по-русски говорят на Брайтон-Бич, полиция в Америке имеет привычку стрелять в живого человека. Когда меня спрашивали, кто устроил мятежи в Лос-Анджелесе, мой ответ был прям и прост. Кто виновен в мятежах? Виновны мятежники. Кто виновен в убийствах? Виновны убийцы. И недавняя трагедия Нью-Орлеана во многом символична для нынешней Америки. Город, населенный в основном небелыми гражданами США, пять дней был брошен на произвол судьбы. Начались грабежи. Мы бедняки и к тому же черны. У нас просто нет денег, чтобы справиться с этой ситуацией. Почему власти, которые это знают, не вывезли нас отсюда? Кошмар. Каково это видеть, как умирают дети, старики, женщины? А ведь мы, американцы, это ужасно. Мы любим помощи! Мы любим помощи! Только вот в этом складском помещении, который переоборудовали под морг, соберут сотни тел. Ведь территория, пострадавшая от стихии мародеров, превышала территорию Англии. Вооруженные банды-грабители стали орудовать здесь даже днем. Многие назвали ураган Катрину наказанием за грехи Америки перед остальным миром. Вот пастор объясняет своим прихожанам, что ураган это испытание веры во Всевышнее. На Буша, мол, никакой надежды. Мэр Нью-Орлеана не выдержался, язвил перед телекамерами, мол, пора бы Бушу оторвать свой президентский зад от Белого дома и посмотреть, что тут у нас здесь творится. Оторвал на пятый день трагедии. Приехал и даже прокатился по останкам Нью-Орлеана. Решение проблемы нашел, естественно, в применении силы национальных гвардейцев с опытом войны в Ираке. Было задействовано 54 тысячи солдат регулярной армии, которые спасали здесь, как могли, подмоченный имидж американского образа жизни. Вот бравые морпехи защищают Нью-Орлеан. Работают в том же стиле, что и в Багдаде. Не отличишь? Судите сами. Вот это демократизация Ирака. А вот это у себя дома в Америке. Спецназу был дан приказ огонь на поражение по всем. Потому что не трудно разобраться, где мародер, где кто. Вот посмотрите, налетел ветерок, легкий бриз такой под именем Кэтрин. И этот тихий, милый, очаровательный бриз, он сдул весь этот флёр с Америки. И мы видим, что Америка затоплена водой. В середине Америки плавают крокодилы, негры стреляют в вертолёты. Американцы не в состоянии спасти своих граждан. Даже полицейские кончают жизнь самоубийством в виде этот произвол. Вахханалия. Настоящая гражданская война практически. Обычное стихийное бедствие. И сразу не как звери. Сразу мародерство. Сразу убийство. После 11 сентября, когда вот эта Вавилонская башня была разрушена этими ангелами смерти, алюминиевыми, он подтвердился в трагедии Нового Орлеана. Это тоже знак Божий, что Америка это дутый пузырь. Но как тут не вспомнить печальный вздох Альберта Гора. Господи, спаси и помилуй Америку. Я не могу сделать это . Продолжение следует...